британские бикси если будучи в корнуоле или дивоне путешественник встретит на своем пути крошечного человечка в зеленой одежде ему не стоит удивляться перед ним всего-навсего пикси проказливое создание охочие до шуток и розыгрышей пикси старожилы британских легенд доставшиеся по наследству от кельтов старые времена их еще частенько звали просто маленьким народцем и считали разновидностью эльфов или фейри они духи леса ростом примерно 10 дюймов без крыльев с длинными заостренными ушами остренькими старческими мордочками в одеждах из травы и листьев полагали что они являются своеобразным аналогом германских лесных гномов или русского лешего пикси как и остальные волшебные существа способны изменять свою внешность и представать в разных обличиях живут они в основном вблизи лесных и прочих болот так как там достаточно мрачно еще могут селиться в пещерах опять же зависит от вида введут нещадную борьбу за пещеры с пещерными троллями которые являются их главными врагами пикси косоглазы обожают зеленый цвет и любят носить остроконечные шапки некоторые умеют летать хотя и не имеют крыльев они также ловко прячутся когда они хотят привлекать к себе внимание и разумеется всегда готова на шалость другую подчас не безобидную и даже опасную пикси довольно злопамятны разыгрывая людей они терпеть не могут когда те суют нос в их дело более того тот кто пытался преследовать и ловить пикси обычно бесследно исчезал вредят пикси по разному например могут разбросать по дороге заклятый дерн если человек наступит на него то перестанет узнавать местности будет бродить по родным местам как по незнакомой стране пикси могут и гонять лошадей от этого остаются круги на полях которые считаются опасными если войти в такой круг то можно попасть в заколдованную страну и уже никогда не вернуться впрочем пикси могут быть и полезны иногда они убирают могилки оставляют на них цветы следят за порядком на кладбищах убирают в доме питаются всякой растительностью и и плодами если они живут в доме у магов то питаются тем что им дадут их всегда можно задобрить недорогими подарками и самой простой едой вроде хлеба и молока если с ними хорошо обращаться то они даже могут подсобить человеку в сложном деле сытые пикси добреют настолько что порой готовы помочь с домашней работой уважившей их хозяйки правда такая работа им быстро надоедает и они бросают ее при первом же удобном случае если пикси подарить новую одежду он тут же ее натянет и заявит что больше работать не будет не везде эти существа приязнены к людям в дивоне обитают коварные пикси часто заманивающие припозднившихся прохожих вглубь дартмурских болот совет старожилов в таких случаях один если вы почувствовали что какая-то неведомая сила ведет вас туда куда вам совсем не нужно выверните наизнанку пальто куртку или иной предмет верхней одежды это непременно собьет пикси с толку кстати подобный трюк работает не только с ними но и с феями у пикси есть еще одна общая с феями слабость они терпеть не могут прикасаться к изделиям из железа откуда появились пикси на этот счет сведения в мифах противоречивы одна история рассказывает что предками их было племя люди которого оказались не столь хороши чтобы попасть в рай но и недостаточно злые чтобы угодить в ад в результате племя обрекли вечно оставаться на земле в пору средневековье появилась другая версия будто пикси некогда были друидами не принявшими христианство разгневавшись на язычников бог заставил их уменьшаться до тех пор пока они не поверили в его существование по всему видно что пикси упорствовали довольно долго да и не попали ни в рай не в ад рай они не заслуживают потому как язычники а чтобы отправиться в ад недостаточно много грешили в литературе у чарлза де линта можно встретить такое описание пикси вдруг появилась толпа человечков в зеленых одеждах самым добродушным образом толкавшихся и пихавшихся при этом они непрерывно шептались и хихикали все до единого были рыжими уроды с маленькими будто обрубленными мордочками курносами носами пятачками и острыми ушами утверждают что днем пикси превращаются в ежей в таком виде бродят среди смертных конечно же столь замечательные фольклорные существа фигурируют во многих литературных и кинопроизведениях знаменитый колокольчик из питера пена самые настоящие пикси не очень-то любящие людей пикси появились и в книге гарри поттер и тайная комната в эпизоде с уроком по защите от темных искусств правда в одноименном фильме пикси смахивают больше на длина ухих обезьянок чем на людей но скорее всего настоящие пикси простили бы создателем кинокартины эту метафорическую вольность